Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на первой игре КВН, которую проведем мы, Настя и Женя. Как вы думаете, как расшифровывается аббревиатура КВН? Ваш лестер. Может быть клуб веселых на пучку, а еще? Тена, там можно помолчать. Мы ответы тут спрашиваем, вот здесь вот. Пожалуйста, ваши. На пучок уже было. Еще, пожалуйста. Куда внедрить новации? Вообще оригинально. Еще. Задние леты почему спят? Анатолий, почему там копаемся в фотоаппарате? Ваши версии? Ваши версии КВН. Что это такое может быть? Как вас называть? Тоже очень интересно. Еще. Все, да? Хорошо. КВН – это клуб верных и надеющихся. Верных и надеющихся на Господа. И мы хотим представить вам наших сегодняшних спонсоров. Наш сладкий спонсор – кондитерская фабрика имени Матери Держинского. Если любишь ты конфеты, торты, сливочный рис, вафли, мармелад, галеты, платно ждет тебя дантист. Ну а если покупаешь эти сладости у нас, все услуги за дантиста мы оплатим прямо сейчас. Но может через неделю. А следующий наш спонсор – это Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, который изготовил для нас вот эту замечательную белоснежную бумагу-снегурочку. Ее все знаете прекрасно. Снегурочка у Деда Мороза не внучка, а бумагу на ней пишем ручкой. И в принтер суем, а потом достаем. Вот так со снегурочкой мы дружно живем. Ну а наш мокреспонсор – это артезианский источник, который предоставил на стол нашему жюри эту на экологически чистую, на врук, в канализацию… ой, в артезианских источниках в воду. Чтоб жюри не высыхало, чтоб оценки поднимало, на столе стоит всегда Сыктывкарская вода. Да. Приклинаем. И, конечно, благодарим того, кто сегодня собрал нас здесь всех вместе, чтобы мы больше узнали друг друга, чтобы перебивали в радости, в общении, в веселье. Это, конечно, наш Бог – Иисус Христос. Если бы не Он, то не было бы этой нашей с вами встречи. Давайте бурными аплодисментами и заставим вас. В нашей игре будут следующие конкурсы. Визитка, в которой команды должны будут представить себя. Разминка, в которой команды продемонстрируют находчивость, ловкость и юмор. Конкурс «Озвучка». Вашему вниманию будут представлены известные фильмы в новом переводе. И завершит нашу игру конкурс «Музыкальное домашнее задание», где команды раскроют свои музыкальные таланты. Итак, мы представили наших спонсоров. Про КВ я немножко рассказали. Итак, встречайте сегодняшних наших героев. Мы попросим их выходить сюда на сцену. Под монограмму, конечно же. Это команда... Женя, какая команда? Это команда Церкви «Свет жизни» «Апрель». И капитан Александр Мишалов. Пожалуйста, обратите внимание на сцену. Вы можете не помочь вам область. И я встречаю команду «Апрель». Капитана, еще объявите, пожалуйста, чтобы знали люди в лицо капитана. Капитан Александр Мишалов. Вот так вот, этот молодой, костевистый человек. Итак, команда Комик Христианская Церкви «Комиксы». Прошу вас на сцену, дядечка, с командой «Апрель». Вот и выходим в комиксы. Да, действительно смешные, смешные. И капитан Татьяна Куликова. Женя, выйдите, пожалуйста, выйдите из-за комикса. Выдите, вас не видно. Евгений, вот так. Вот ухну, руку, жаль. Команда Церкви «Источник жизни» Филадельфия. Тоже капитан этой команды. Капитан Ксения Коблева. Коблева. Команда «Филадельфия» пришла пора. Представить самых важных перцев сегодняшней нашей игры. Члены самого неподкупляемого, самого строгого, самого всевидящего и всеслышащего жюри. Итак, кто же сегодня? Андрей Иванов. Это замечательный человек в зеленой кофточке. Геннадий Ватулев. Вы, наверное, все знаете Арсения Прокушева. Независимый эксперт номер один из церкви «Посольство любви» — это Ксения Шмаку. Попробуйте, пожалуйста, единственная девушка сегодня в жюристке. И, конечно же, представляете, гость, который приехал, я не знаю, 200 километров, наверное, из Сочного Усть-Кулома, из Сочного Усть-Куломского района к нам приехал. Это Семен Кутьяр. Весна идет. Такова тема сегодняшней нашей игры. Ну вот, вроде все готово. С Богом, дорогие команды. И первыми свою визитку нам представит команда «Апрель», которая сейчас остается на сцене. Остальные могут занять места в зрительном зале. Следующая визитка будет у команды «Комиксы». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!